Добро пожаловать к киберпространствам! Что? Нет! Не снимайте свои очки! Добро пожаловать! С тех пор, как человечество покинуло колыбель своей цивилизации Пробуждение Ты будешь сражаться в ограниченном пространстве против отделения МС в ограничителях Лимита времени не будет, уверена, ты с этим справишься, космос Никаких проблем, Симон КОНЕЦ КОНЕЦ Да, оценка из сил атаки такая, как мы ожидали Отлично выглядит Шеф Узуки Подтверждаю уничтожение цели Враг больше не способен атаковать Да, хорошая работа А на мой взгляд, это всего лишь пародия на битву Да брось ты, шеф У нас уже гораздо больше данных, чем надо Чтобы представить их на капитанский мостик Я закончу мозговое погружение, хорошо? Конечно Шеф Должна признаться, это утомительно Поэтому я и говорил, что внешнего наблюдения будет вполне достаточно Я хотела посмотреть на космос в деле своими глазами Шеф, разве вам не надо поскорее представить рапорт на мостик? Надо поторопиться и обязательно привести все в порядок Я сам обо всем позабочусь Когда закончите рапорт, пожалуйста, немного отдохните Извини, Аллан Ничего, что я взваливаю все на тебя Да нет, ничего страшного Ну что ж, тогда я пошла Удачи Ладно Нам надо слить результаты наблюдения по каждой секции Всем поторопиться со сбором данных Очевидно, тиранический стиль вашего начальника влюблен в вас вице-шеф А о чем это ты? Быстрее приведи данные в порядок Сделаю все в лучшем виде Зачем принимать это так близко к сердцу? Ты что-то сказал? Совсем ничего Наверное, вам послышалось О боже Что-то случилось? Думаю, новичку не пристало говорить такое, но Ты тоже считаешь, что нам следует перейти к настоящим испытаниям? Да, мы не можем все время продолжать одни имитации Я знаю о том несчастном случае, произошедшем два года назад Все нормально, я понимаю твои чувства Из-за того инцидента, когда космос крушил все вокруг, многие исследователи связанные с его разработкой были убиты Шеф Узуки была там Да, тогда она потеряла своего любимого человека Шеф лучше всех знает потенциал и угрозу, которую представляет космос Каждое свое решение она принимает, учитывая это Разве мы не должны слепо верить ее мнению? Вы медленные, слишком медленные Сделайте сто миллионов отжиманий и будете продолжать до тех пор, пока ваши бицепсы не порвутся Вам ясно? Разве я не предупреждал вас об опасности? И несмотря на это, из-за вашей расхлебанности мы понесли потери О боже Да, но майор, я думал задачей флота было исследование планет, атакованных Гносиасом Тогда зачем нам было забираться в такое место, чтобы всего-навсего получить этот объект? Раз не можете думать головой шевелить и вашими мускулами, может до вас дойдет, что мозг нужен для того, чтобы думать? Это же... да, это... Зохар Зохар Ты? Мне наплевать на то, что ты шеф Вектора Разработок Это место для тебя табу Убирайся Если такие непоседливые людишки вроде тебя станут праздно шататься повсюду, солдаты ослабят свое рвение Извините меня Какой позор, Эндрю Я предупреждал тебя, какие опасности связаны с получением Зохара Тебе прекрасно известно, насколько ценен для нашей организации наш агент Вроде тебя в армии Мне нет прощения Наши пиар-радар засек перемещение в Юэмон-секторе Предполагаемое время контакта с нашим флотом через 5 часов 22 минуты Не говорите мне, что Гнозис сейчас Вот почему я и говорю, что ты опозорился Я послал Меха на подмогу, чтобы не случилось, он должен вернуться назад Он прибудет вовремя? Должен Приготовь все к худшему сценарию, только и всего Но, командор... Командор Маргулис Военные донесения Лагманский корабль в настоящее время проводит операцию в скрытом режиме Командир, Андре Прошу прощения за опоздание, капитан Мы почти закончили Почему бы вам тоже не взглянуть? Значит, это штуковина и есть космос Если я не ошибаюсь, это Риллиан наблюдатель сотой серии Что это такое? А где еще части эксплуатационных данных? Почему до сих пор нет данных испытаний оружия? Но система нестабильна Вы что, не понимаете? Сейчас человечество противостоит беспрецедентной угрозе кризиса Носиса Мы не знаем, когда наш флот столкнется с ними Мы не можем позволить вам просто играться с противогнозисным оружием Почему бы вам не расслабиться, командор? У нас на корабле есть AGWS и Риллианы наблюдатели сотой серии Старые времена, когда мы не принимали всерьез их боевые формирования, уже в прошлом И сейчас флот находится в пространстве Матрицы Статистически существует очень низкая вероятность контакта с Гнозисом Да, это так Разработчикам из Вектора нужно время, вы это знаете Почему бы вам не дать его им? Да, сэр У нас уже не осталось этого времени Через пять часов этот флот будет уничтожен Ты использовала свою работу как предлог Ты понимаешь? По крайней мере, возвращайся домой на Панихиду по твоим родителям Ты не думаешь, что это твой долг? Панихиду, и только из какой эпохи такая традиция, брат? Во-первых, сам тот факт, что ты вступила в Вектор Привет, я из Вектора Узуки мне так жаль, я всегда причиняю вам неприятности Никаких проблем, я хочу, чтобы все релианы всегда были здоровыми и счастливыми Нам приходится работать целый день, и сейчас они немного сбоят Люди накапливают напряжение от длительного пребывания в космосе С искусственными формами жизни происходит все то же самое Взгляни на него, к примеру Связь между его сознанием и подсознанием не ясна Та часть, которая различает его личность и внешний мир, нуждается в настройке Да Здесь у меня преимущество, но как ты себя чувствуешь? Да, я не могу точно объяснить это, но я ощущаю некоторую тяжесть Все ощущения прояснились Спасибо Тогда ты в порядке Разработка программного обеспечения для анороидов Ваша специальность, но вы даже заботитесь о психическом здоровье Правда в том, что я хотела привлечь релианов к работе в Векторе Третьей Дивизии Когда я закончу свою текущую работу, я подам запрос на изменение назначений Триллиант сотой серии, верно? Тебе нравится, Окун? Ясно Значит, ты такая же, как я Но кажется, тебя что-то беспокоит Сейчас я не должна быть под наблюдением На лице у тебя написано совсем другое Я противогнозис на релиан серийного производства Для меня нет необходимости думать о чем-нибудь другом, кроме своей миссии Людей, которые думают только о необходимости, не существует у релианов точно так же Поэтому это и называется твое собственное желание Посмотри на меня В этом нет необходимости Держи Но у меня есть еще такой Эта комната такая же вонючая, как и всегда Витеринант Вергел, этот запах так и стоит у тебя под носом Разве ты тоже его не чувствуешь, этот тошнотворный запах, от которого так и хочется обливать? Терпеть не могу, релианов Пожалуйста, перестаньте Вы, АВГС-пилоты, боевые релианы имеете задачу, которая требует постоянного взаимодействия Взаимодействие, ты говоришь такое Но будет ли от тебя прок на поле боя? Извините меня, но эти люди отличные солдаты Люди? Вы обращаетесь с ними, как с людьми, когда они всего лишь оборудование? Вы ошибаетесь У них такой же интеллект и эмоции, как и у нас И более того, основные гражданские свободы релианов ясно выражены в Уставе Мелтии Тебе нравится всем помогать? Меня сейчас стошнит Судя по этой форме, ты из вектора разработок Сколько бы вы ни пытались сделать из них людей, они просто оборудование Даже нет, они просто товар Мы не считаем их оборудованием или товаром Тогда почему они распределены по категориям боевые типы, наблюдательный тип? Разве это не подтверждение, что к ним надо относиться, как к товару? Это... А тебе чего надо? Как вы сказали, нас произвели как товар Однако я горжусь своей работой Но никто не заставлял меня ее делать Я делаю ее по собственному желанию Собственному желанию? Радуйтесь вашей маленькой игре в человека Но помните, единственное место, где человек может оставаться человеком Радостное спокойствие Не говоря уже о том, что вы релианы Как только вы достигнете своего крайнего предела, вы только еще раз подтвердите вашу собственную судьбу Что? Что? Сигнал тревоги? Значит, они уже здесь Обнаружено крупномасштабное искривление пространства впереди нас Приближается нечто огромное Невозможно снаружи колонны транспортной области Юэмэн, геодезическая структура нарушается Цэнь, кажется, она как-то взаимодействует с Юэмэн Огромные колебания силы тяжести Поверхностные аномалии формируются в пространстве времени Невозможно это нарушать все законы физики Вычислительная масса, числа совершенно несовместимы Я не могу получить четкие показания Волна, она словно цунами Чтобы это не было, она просто огромная Показания растут Оно входит в нормальное пространство Капитан, прямо перед нами Выносишь Всем кораблям 117-го флота приготовиться отразить атаку врага Быстрее запускайте все истребители И боевые единицы Сообщением обнаружили группу Гносиса Выходящие из гиперпространства Прямо перед нашим флотом Гносис Всем приготовиться к битве Всему экипажу и релианам занять свои боевые места Повторяю, всему личному составу Немедленно занять свои боевые места Быстрее высылайте подкрепление Есть Это 117-й морской дивизион Крейсер Баблинда Что случилось с релианом Наблюдателем 100-й серии В настоящее время он направляется к мостику Поторопите его АВ-ю-джи-эс 9-й серии Не вступать бой Второму отделению рассредоточиться Как только мы войдем в соприкосновение с противником Уничтожьте их всех Слушайте эти ублюдки материалы В нормальном пространстве Только на одно мгновение Ваши атаки будут эффективны только тогда Не пропустите этот момент И ваше ДССС Есть Проклятье, нет конца Капитан, они прорвали наш строй Черт, нам надо прикрывать Баблинда Возвращаемся Все насекомые привлечены к свету и собрались в роль Пока Зохар существует, вам дуракам не будет покоя И что теперь? Наверное, я тоже выйду на сцену Шеф, пожалуйста, ответьте, шеф Плохо, нет связи Все скорее отправляйтесь в комнату эвакуации Туси, если что-нибудь случится, эвакуация на тебе А как же вы? Мне надо еще кое-что сделать До пункта оказания первой помощи осталось немного Я в порядке, пожалуйста, идите вперед меня Но ведь Гносис Внимание Гносис начал проникать на корабль Всему боевому персоналу немедленно начать процедуру аварийной эвакуации Какого дьявола ЛПС запускает так много процессов? Шеф Мне надо скорее добраться до космоса Ну же Что это? Кто-то входит в систему Космос Огромичители в норме, верно? Нашел шеф Не может быть Сион 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нет, ты ошибаешься, она. Интересно, если я сломаю ей череп, ты вернёшься ко мне? Интересно, если ты увидишь, как она превращается в красные куски мяса, ты пожалеешь, что оставила меня? Тебе не нужно этого делать, если ты хочешь, чтобы я вернулась. Хороший ответ. Если говорить о фальшивках, ты большая фальшивка, чем Зоха. Твоя внешность, твоя эта самая форма обманет кого угодно. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здесь опасно. Я отнесу вас в комнату эвакуации. Постой, где-то поблизости сотая серия. Мне жаль, но в этом блоке нет других признаков жизни. Крэйсер Гиргиан уничтожен. Никто не отвечает. Всем кораблям стрелять из главных орудий. Не получается без эффекта Гильберта. Наше оружие совершенно бесполезно. Эй, Джи, ДВЕС. Номер три. Логический двигатель не работает. Пожар в секции Ф. Мощность двигателя упала до 45%. Переключиться на резервный двигатель. Не получается. Машинное отделение не отвечает. Отсюда мы тоже не можем задействовать резервный двигатель. Потери Эй, Джи, ДВЕС превысили 70%. Где мой первый помощник? Что с командером Эндрю? Я не могу обнаружить его с помощью ЛПС. Так вот оно, что выгнал все остальные ублюдки. Значит, их правда ваша цель, Захар. Гносис прорвал нашу мнению обороны. Нет. Что? Ты говоришь, они попали в капитанский мостик? Не беспокойтесь, наше преимущество как членов организации UTIC в том, что у нас совсем иные задачи, нежели чем у флота. Федерации. Я установил прямое соединение с главным. Генератором сигнала частоты полей. В течение трех минут он сможет функционировать. Я обошел логический двигатель. Мы можем контролировать его с этого терминала в раме. Это все, что нам нужно, молодцы. Мы не успеем, командор. Очистить весь этот блок и выполнять гиперпрожог в ворота, это равносильно самоубийству. Как бы то ни было, нам надо доставить Захар к командору Маргулису. Времени совсем нет. Вы сбежите отсюда на спасательном модуле. Но, командор... Быстрее, это приказ. Рано меня хороните. Позади нас спасательные модули. Никто не отступит, пока эвакуация корабля не будет завершена. Гносис. Он здесь. Подождите. Этот человек... Идиотка, какого дьявола ты разгуливаешь прямо посреди поля битвы? Лейтенант, я по-прежнему прослеживаю Гносис. Что? Прекратить? Вы попадете в гражданского. Я все же не смогу отвезти вас туда. Простите. Хорошо. Остановитесь. Я не желаю выслушивать всяких здоровых того, кого только что спасли. Их сделали как щиты людей, разве не так? Люди вроде нас? Лейтенантов тут множество. Хорнст. Уходим. Продолжение следует... Они мрут. Мрут. Как мухи. Мои барабанные перепонки сейчас лопнут от злобных криков мертвецов. Но ты споешь мне песню получше. Сволочь. Я сейчас умру. Почему маленькая девочка в таком месте? Здесь опасно. Быстро убегай. Плохо дело. Я не могу говорить. Все верно. Я сейчас умру. Продолжение следует... Космос Эффект Гюльберта Что за? Шеф, вы в порядке? Аллен, почему Космос? Я не знаю, он вдруг сам по себе включился Как бы то ни было, давайте поскорее выбираться отсюда Все уже эвакуировались на спасательных модулях Почему она может в них попасть? Она удерживает Гносис в нормальном пространстве с помощью эффекта Гюльберта Та же самая способность, что и у сотой серии Синон, что? Мы пойдем к первому ангару Существует 99,998% вероятности, что цель Гносис это объект Зохор Мне поставили задачу обеспечить сохранность Зохору Который хранится в этом ангаре И защитить сотрудников Вектора Задача, кто поставил тебе им Мы прорвемся через линию защиты Гносиса И направимся в ангар Пожалуйста, идите за мной Выживших врагов нет Пошли Ладно Проклятье Почему я не могу сделать очистку? Вроде я не сделал никаких ошибок Миссия по захвату и сохранению объекта провалена В конце этого трубопровода остался один спасательный модуль Если вы уйдете отсюда, то есть 75,4% того, что вы выживете Значит, существует 24,6% смерти Что ты собираешься делать, Космос? Я переключусь на свои задания с Лучей Б Теперь, пожалуйста, поспешите С Лучей Б Симон, этот корабль в скором времени разрушится Но, прощай Космос! Как бы я хотела умереть вместе вроде этого Космос Космос Позитивный. Целевой объект Зохор не был оригиналом. Да, он эмулятор. Это понятно. После установки устройства слежения я немедленно покину это место, как первоначально запланировала, я направляюсь ко второй мельции. Все, все умерли. Шеф, я больше не хочу видеть, как умирают люди. Тогда я думала то же самое, но... Шеф, я больше не хочу видеть, как умирают люди. Настоящий беспорядок. Нет признаков Гносиса, это прекрасно. Полное уничтожение, да. Конечно, это их рук дело. Послушай, Тони, через сколько времени Федерация доберется до сюда? Посмотрим, последние Сосла получили полчаса тому назад, так что... Как бы быстро они не двигались, это займет у них по крайней мере три часа поблизости. Нет никаких других кораблей, правильно, Хаммер? Да, наш корабль единственный в радиусе 5000 световых лет. Времени даже больше, чем достаточно. Заберем все, что представляет хоть какую-либо ценность. Вы знаете, капитан, я, конечно, понимаю, что крайний срок для возврата денег мистеру Гагнану не за горами, но вы не думаете, что это несколько рискованно. Если Федералы застанут нас здесь, нам посчастливится получить по 10 лет тюрьмы. Это если только они нас застанут. Мне просто не нравится идея грабить мертвых. Разве вы не чувствуете себя космическими шакалами, стервятниками, гиенами? Идиот! Что это еще за метафора? Все эти животные уже давно вымерли. Ты понял нас неправильно? Мы безвредные для окружающей среды космические мусорщики. Мастер Гагнан нам тоже недавно советовал держаться от такого подальше. Он сказал, что это повредит нашему имиджу. Даже не знаю. У нас здесь потерпевший аварию корабль расстояние 3 часа. Похоже, класс Ганимет. Отлично, славная работа Тони. Видите, как здорово, что мы подключились к чрезвычайному каналу Юэнан. Давай к нему поближе, быстрее. Ну разве мы не стервятники? Что ты сказал? Труп? Похоже, это женский труп. Красивый, к тому же. Пожалуйста, откройте вашу линию связи. Мне надо поговорить с вами. Чистота 20-20. Труп заговорил. Придурок, это не труп и не призрак. Так что призрак на нашей кабине. Скорее всего, киборг. Я капитан Нотиус, вольного фрахтовщика рейльза. Ранее. Я буду краткой. Начиная с этого момента, пожалуйста, направляйте этот корабль согласно моим инструкциям. Я не буду повторять дважды. Корабль будет управляться в соответствии с моими инструкциями. Случайная встреча. Случайная встреча. Это последнее предупреждение. Если вам нравится жить в открытом космосе, то вы это можете испробовать. Я все еще искренне надеюсь на ваше сотрудничество. Перестань я все понял. Мы сделаем все, что хочешь. Давай не будем горячиться. Если бы вы согласились с разумом, мы бы сэкономили одну минуту 45 секунд. Я поднимаюсь на борт. Пожалуйста, откройте грузовой шлюз. Есть. Грузовой технижней части корабля. Вам стоит поторопиться. Ясно. Вот еще что. Что? Не пытайтесь сбросить меня. В этом случае я разрушу двигатели, а затем весь корабль. Она читает наши мысли. Капитан, мы получаем сообщение по открытому каналу. Сообщение. Включите громкую связь. Кто-нибудь. Если кто-то сканирует этот канал, пожалуйста, ответьте. Что? Шеф, может вы попробуете? У нас кислорода меньше, чем на 40 часов. Кто-нибудь нам нужна помощь. Что за чертовщина? А с учетом всего остального, кислород кончится через... Я серьезно, спасите нас. Шеон. Лорд Вильгельм. Рапорт от Космос. Похоже, что Шеон Узуки и Ален Риджли спасены и сопровождаются Космос. Точно. Их появление все усложняет. Приказы исполнительного руководства, например, Сэо Корпорации Вектор, Космос воспринимает как наиболее приоритетное. Наша глава отдела разработки не будет знать о них и не сможет отменить их. Но, если ее жизнь не будет что-то угрожать, Космос защитит ее. Вот как? Да, это ее основная директива. В любом случае, задействовать Космос было мудрым решением. Все феномены движутся, словно повинуясь этому компасу. Остается только собрать выйдя на нужные факторы и ждать пробуждения иного. Цель приближается. Относительная скорость 500 единиц в секунду. Сбросьте скорость на 5%. Есть, сэр. Я буду контролировать пуск двигателей. Три, два, один. Декомпрессия грузового отсека завершена. Я открываю грузовой шлюз, капитан. Валяй. Есть. Капитан, простите. Но я прослушивал ваш канал. Тогда ты должен быть в курсе. Не хочу быть негостеприимным. Но, похоже, мы не скоро доберемся до мелтий. Нам придется сделать крюк, и я даже не знаю, в какую сторону. Если честно, это неприемлемо. Я понимаю. Но так вышло не по нашей вине. Я знаю. Я сейчас разберусь с этой проблемой. Что скажете? Не вздумай. Ты ведь не собираешься? Главное, не повредите корабль. Я постараюсь, но обещать ничего не могу. Все претензии можете направлять в федеральный комитет. Постой. Шлюз открыт. Где ты сейчас? В служебном коридоре грузового отсека. Я готовлюсь к бою. Конец связи. Куда подевались наши тихие деньги? Капсула вошла в грузовой отсек. Закрываю шлюз. Наконец, какое облегчение? Шеф? Шлюз закрыт. Герметизация завершена. Пожалуйста, поднимитесь на мостик. Ты достойный противник. Враг идентифицирован как киборг. Приступаю к уничтожению. Парень с пятен. Дракц один на один с андроидом. Космос. Что вы делаете? Там практически вакуум. Отсек скоро заполнится воздухом. Вы дни. Подождите минуту. Не надо. Момо. Зиги, отойди в сторону Момо. Космос. Пожалуйста, не мешайте мне, Шио. Я не позволю тебе ввязываться в бой, когда тебе вздумается. В данной ситуации наша задача добраться до второй мелти. О чем ты говоришь? Прости меня. Обеспечить твою безопасность на пути ко второй мелти. Моя миссия. Вторая мелти? Аната. Вы. Так ты не смог защитить тимулятор Зохар, даже имея в распоряжении С-Симеон? А ты думал, что я как безмозглый щенок буду слепо следовать твоим приказам? Тогда извини. Я не оправдаю твоих надежд. Вот значит, с чем ты вернулся назад. Наш агент во флоте подтверждает, что Зохар попал в Рапа Гнозис. Зохар, ты имеешь в виду имитацию, сделанную ее Акимом из Рахи? Истинный до сих пор находится в центре бездны. И у вас нет ни единого шанса добраться до него. Даже если это просто эмулятор Зохара. Это был единственный экземпляр доставшейся правительству второй мелти. А теперь он утерян. Это не такая же трагедия, если мы доберемся до истинного Зохара. Я забыл. Ключ, способный вернуть истинный Зохара, был также утерян. Поблюдок. Что ты это знаешь? Прототип сотой серии Реалион. Похоже, его перехватил киборг посланной федерацией. Прототип Мому. И я не собираюсь выкрадывать ее для вас. Она и мне нужна тоже. Тебе? И по-моему, у меня куда больше шансов. Замечательно. Грубая сила. Давайте, нашпигуйте меня, Тринцов. Я выстремлю. Расслабься. Я не стану стоять на твоем пути. Наши цели совпадают, не так ли? Скажу тебе лишь одно. Вмешательство в планы UTIC может кончиться для тебя плачевно. Мы еще не разыграли всех козырей. Правда? Что ж, жду с нетерпением. Играй бы лучше в куклы, цепляк. И долго ты собираешься там стоять? Спускайся. Хорошо. Подойди сюда. Субтитры создавал DimaTorzok до входа в гиперпространство. Синью и мэн пусть получен. Готовимся к прыжку. Круз взят на систему мелти. Два. Один. Прыжок. Логический привод работает стабильно. Наши Эльди сегодня в хорошем настроении. Нам предстоит довольно долгий полет. И нашим новым пассажирам не мешало бы представиться. Я Алина Рейджи, служащий первого ИНТИ подразделения. И позвольте принести вам свои извинения, мы наставили вам много неприятностей. Космос такое вздорное оружие. А это мой босс, Шион Узуки. Узуки? А это? А вы кто? Второй ЭДЖИ ДАБУЕС взвод в Ублиндэ корабля 117-й дивизии пехотного корпуса федерации. Лейтенант Льюис Вирджо. Майсюз капитан корабля. В прошлом тоже пехотинец. Прошу простить нас, офицер, если что-то показалось вам оскорбительным. Не беспокойтесь. Так значит, этот корабль принадлежит бывшему военному. Здорово, нам будет легче договориться. Сожалею по поводу гибели Ваглинды. Если я могу чем-то помочь вам, я должен отслать донесения в штаб федерации. Просто высадите меня в первом же порту. Это ведь будет вторая мете, так? Отлично. Там размещена вторая дивизия. Вызадите нас там же, так, шеф? Похоже, вам многое довелось пережить. Вам нужно расслабиться, может, пропустим стаканчик в другой где-нибудь на мелкий? Я... Давайте смоем грустные воспоминания за бокалом хорошего вина. Кстати, очень люблю вино. Парень, расслабься. Тони и с Эльзой это справиться не может. А еще он любит пускать пыль в глаза. Заткнись, Хаммер. Ты, наконец, улыбнулась. Так как насчет вина и номера в отеле? На второй мелции живут мои родители. Вряд ли я остановлюсь в отеле. Замечательно. Тогда как насчет поездки вдвоем? Познакомишь меня с родителями? Даже не знаю, почему-то все боятся моего брата, он немного вспыльчив. Ты всегда носит с собой огромную катану. Катану, говоришь. Как мило. Вынуждены вас прервать. Мне необходимо воспользоваться служебными отсеками корабля. Космос что-то задумала. Емкость моего экспериментального аккумулятора была ограничена, его заряд практически исчерпан. Лучший способ пополнить запасы энергии под зарядкой от резервного генератора. Так к тебе батарейки садятся. Я провожу вас в генератор. Я все еще не могу понять, о какой мессии ты говорила раньше. Я бы ее подобного не закладывала. Хватит болтать, у нас много дел. Мисс Веттер. Да? Я понюжу вашу плату за проезд, если вы выполните поручение. Какое же? Шион Узуки. Точно. Твоя создательница, младшая сестра капитана Джину Узуки. Я почти забыл это. Итак, мы наконец встретились. Какие же миры ты видишь в своих снах? Я удивилась. После всего случившегося он сказал, пожалуйста, займись кухней. Он и меня попросил. Сразу после того, как я попала на корабль. Тебя тоже? Да, раньше они дежурили по графику. Но теперь неважно, кто из нас готовит, они не станут помогать. Подай мне лук. Хорошо. Им явно не хочется стоять у плиты. Точно. Удивляюсь, что же они ели, Момо. Могу я тебя спросить? Да? Ты ведь реалианс сотой серии. Если точнее, я прототип серии. Прототип? Так значит, тебя создали в лаборатории Оакима Мизрахи. И ты первый из сотой серии. Верно. Затем началось массовое производство. И все они мои младшие сёстры. Так. Значит. Не могу дождаться, когда смогу попробовать стряпню шоу. Не ожидаю многого от него. Она всё-таки учёная, а не кухарка. Капитан. Хоть вы так говорите, у вас всё равно сны не текут. Заткнись. Должен отметить, у вас отличный корабль. И из-за высокоскоростной межзвёздный крейсер класса Лейнгрин. Мы бывали во многих переделках, и сейчас мы по уши в долгу. У нас такой долг, что на эту сумму можно купить ещё один корабль. Что же вы такого натворили? Лучше не спрашивай. Это больше было похоже на кару божью. Капитан. Что? За нами следует корабль. Может, он просто следует тем же курсам? Не думаю. По-моему, сигнал, канал открытой связи, да, да? Везде генерируются помехи. И, видимо, у них есть на это причины. Что? Поставь тарелок на всех, хорошо? Да. Я поставлю его здесь. Спасибо. Твоё карри выглядит аппетитно. Я взяла за основу рецепт из одного замечательного кафе на второй мелтии. Мы обязательно сходим туда с тобой. Жду с нетерпением. Простите, но я не могу гарантировать свободу ваших действий по прибытии. Воды. А, а, Мизо... Воды. А, ну... Вы ведь путешествуете вместе? Момо-чин с Джейсом, как вы вместе сидите? Зиги спас меня от организации. Ю-Ти-Ай-Си. Э-э? О-о-о-о! Ю-Ти-Ай-Си, это же военная организация. Разве она не была расформирована? Похоже, она возрождается вновь. Простите, но большего я не могу сказать. Все данные засекречены Федерацией. Тебе бы не мешало это помнить, Момо. Да, Зиги? Ясно. Значит, Зиги – благородный рыцарь, посланной Федерацией для защиты Момо. Да. Но не только поэтому. Мама попросила Зиги помочь мне. Мама? Она – высокопоставленный человек. Попросила меня защитить Момо. Я согласился спасти ее. Простите, но остальное... Засекречены информации, так? Да. Да. Вибрации. Корабль подвергся атаке. Вперед! Да, сэр, предоставься к ней. Вот черт, мы под прицелом. Простите, нам придется положиться на этого чертного пилота. Амер, выясни хоть что-нибудь об этих пилотов. Ничего хорошего. Все еще нет ни ЭКОЭК-сигнала, ни ЮМА на регистрации, ни открытого канала связи. Капитан, неужели на корабле не осталось старых на МАИ-WS-систем? Конечно нет. У нас давно нет ничего подобного. Это гражданский корабль. В таком случае я воспользуюсь кабельными пушками. Добро. У нас есть две оборонительные пушки. Удачи. Что происходит? Прочь с дороги. Капитан, что случилось? Мы атакованы неизвестными суднами. Но мы видим гиперпространство. Вот именно. Может, вы идите и прочитаете им лекцию о том, что это опасно? Ни за что. Я погибну там без защитного костюма. Это шутка, дошло. Корабли такой модели. Вектор точно не производит. Откуда он может быть? ХАРМС Хэви Индастриал. ХАРМС связаны с этой организацией. Когда-то мне приходилось сражаться с кораблями этого типа. Зоски? Организация? Да. Когда-то ее возглавлял Яким Мирзахи, считавшийся уничтоженной организацией Юти Айси. ЗИГУРАТ-8 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 На его основе был изготовлен Киборг, все верно? Да, это так. На этот раз ваше задание найти базу организации Юти Айси. И спасти... Нет, вернуть нам это. Ясно. Так значит, ее подсознание хранит данные, оставленные основателем Юти Айси. Да. С их помощью можно вершить судьбу человечества, а в каких отношениях они были. Он был частью той силы, что породила ее. Прототип Реолиан Сутой Серии. Эакин Мюзрахи. Сумасшедший ученый. И виновник мельзийского конфликта, унесшего миллионы жизней. А еще... Мой бывший муж. Хотите послушать, каково это? Жить с клеймом? Жена-убийца миллионов. Нет. Подтвердите личность, наблюдающий Реолиан Сутой Серии. Правильно? Мне не нравится это имя. У тебя есть другое? Момо. Папа зовет меня Момо. Так и есть, он звал меня так. Ясно. Момо, я пришел за тобой. Хорошо. Выходи. Ты усиленный военный Реолиан? Нет, Киборг. Пережиток ушедших времен. Я зарегистрировался донором. И они воскресили мое тело после смерти. Это когда еще действовал акт о переработке жизни? Да. А как тебя зовут? Ты до сих пор не представился. Зигурат-8. Но ты ведь тоже человек. А это больше похоже на модель машины. Придумала. Можно я буду звать тебя Зиги? Ты лучше, чем Зигурат. Зиги. Что с тобой? Это все, что ты можешь, Киборг? Зиги. Мистер, быстрей на борт. Внешние шлюзы ангаров с первого по третий сильно повреждены. Ремонт займет около 17 часов. Думаешь, сможешь удрать от нас прототип? Я не хочу сбить их в гиперпространстве. Смотрите, не попадите в двигатели. Есть мы. Ты уверен, что это корабль Ютейси? На все сто. Похоже, они собираются бороться за Мому до конца. Не волнуйтесь, мистер. Сейчас наша Эльза покажет, почему именно нас наняли на эту работу в Тони. Понял? Только логический привод, разумеется, мы их сделаем. Погодите-ка, боевые маневры в гиперпространстве? Опять пошутили? Нет, я серьезно. Не бойся ты. Логический привод, альбе. Вы, пилот экстракласса, вроде меня, и для нас нет ничего невозможного. Вот гады, выбрали бы себе противника, праздновать. Что касается возвращения прототипа сотой серии, только что получено сообщение, что они летят по ЮМН-туннелю. Это неожиданно быстро. Остается только переправлять их в центр управления ЮМН-2-й Милти. И можно будет вздохнуть спокойно. Это небезопасно. Не проще ли провести все анализы прямо здесь? Здесь мы не сможем взломать защиту этих данных. Мы должны отправить Реалиан в центр управления. Между прочим, вы уверены, что у Айданны действительно находятся у прототипа? Абсолютно. В ее подсознании спрятаны входы к транспортным вратам, запечатанным 14 лет назад. С помощью мы сможем открыть путь к старой Милти, а затем мы должны заполучить истинный золк, или нам уже ничто не поможет. Вся беда в том, что их преследуют. И мы ничего не можем сделать, чтобы им помочь. Я считаю, что нам не о чем беспокоиться. Но во-отокрабля наши лучшие люди. Ну все. Логический привод, на полную мощность. Вперед. Цель продолжает ускоряться. Прижмите их к стенам туннеля. Они попытаются выйти из гиперпространства. Тони, врежешься к стенам на крышку. Тогда всем молиться. Господи, пронеси. Нам всем хана. Самоубийцы. Им все жить надоело. Просто башню рвет. Держитесь. Они используют палец на войне. На 100-метровом корабле цель вышла из зоны поражения. Плохо дело. Скоро они выйдут за радиус действия наших сенсоров. Мы их потеряли. Это очень неплохо для гражданского корабля. А я думала, что все учла. Цель получила серьезные повреждения корпуса. Найдите ближайшую солнечную систему. Там, где существуют независимые колонии. Есть, мам. Нас атакуют. Мы подтвердились нападению неизвестного корабля. Размеры судна. Что-то не так? Его длина 4000 метров. Это же огромный боевой крейсер. Дюрандл? Куда он здесь? Чёртова Ютиоси. Вы уже доставили нам достаточно неприятностей. Лазерные пушки. Ракомит очень сильное защитное поле. Пойдите поближе и сбейте их. Они прятались 14 лет, но скоро я тамщу сполна. У них броня, как у черепахи. Какие будут распоряжения, юный мастер? Я бы хотела, чтобы они испытали всю мощь нашего корабля. Но у нас нет на это времени. Главное, заставить их отказаться от преследования Эльзы. Ты, похоже, разочарована. Вы всегда такое невозмутение. Ладно, выполнять. Мари, не надо умничать после каждого моего приказа. Командир, что предпримем насчёт Эльзы? Пока вражеский корабль поблизости сохраните тишину в атмосфере. Как только прекратить преследование, мы возьмём Эльзу под защиту. Есть. Вы, наконец, встретитесь с Момой. Это же личная шель. Момо. Момо. Майчок обнаружен. Получены координаты сигнала. Невероятно. Вы такие манёвры выделали. И, похоже, оторвались от них. Мы часто сталкиваемся с опасностями. Хоть мы и бывшие военные нарядки сидим дома. Не говори. Может, проще тогда называться борцами за справедливость, капитан? Мы можем надеяться, что преследование прекратится. Если они нас не окружили. Никаких гарантий этого у нас нет. Но по меньшей мере... По меньшей мере... С вами лучший во вселенной парень, который вытащит вас из любой передраги. Спасибо вам. Это не стоит. Это наша работа. Найден генератор питания корабля. Уменьшить силу до 11,6%. Только не это. Мощность логического привода падает. Как? Что произошло? Возможно, вышло из строя питание генератора. У меня тоже неполадки. Радар не отвечает. Будет в системе запуска. А все благодаря одному идиоту, который летает как маньяк. Что ты сказал? А кто только твою шкуру спас? Ты лучше подумай, как тяжело быть навигатором. Из-за тебя он мне запястье сводит. Мог бы и на автоматику все поставить. Да что ты? Навигация вручную гораздо интереснее. Ты дурака не прикидываешься. Как хочу, так и работаю. По крайней мере, пользуют меня больше, чем от пилота. Убью дукану, повтори. Что? Захотел? Прекратить. Зацкните, Сюба. Хватит скулить. Капитан, при такой мощности корабль будет уничтожен через 7 минут 35 секунд. Я рекомендую немедленно выйти из гиперпространства. Понял. Робот, Ронеи-чан. Ой, Хама! Быстрее вычислите координаты смещения. Вычисления выполнены. Передаю их на консоль. Вот они. Робо-леди, вы очень предусмотрительны. Немедленный аварийный выход из гиперпространства. Немедленный аварийный выход из гиперпространства. Какого черта? Что там, Хаммер? Здесь что-то вроде... Что там? Говори. Прямо по курсу. Тучи Гнозис. Примерно 30 тысяч. Целая армага. Тони! Тони, быстрее в гиперпространство. Я не могу. Ты думаешь, почему мы только что вышли из него? Тогда уходим на обычных двигателях. Есть, сэр. Космос, не говори, что ты... Простите. Цель, которую я должна защитить, находится в Талугназис. Зачем ты это сделала? Эй! За каким чертом ты нас в это втянула? Значит, это армада Гнозис. Уничтожившая Ваглинда. Слушай. Мы можем убраться отсюда. Нет ничего невозможного. Да как тягаться с врагом, уничтожившим целый флот? Что-то от меня хочешь. Прости. Из-за космос мы все... Не беспокойтесь. Недавно мы тоже стали виновниками переделки. Зиги. Однако... Сейчас, конечно, у нас проблема побольше. Они преследуют нас. А то я не знаю. Черт, вот бы у меня был рейджи, WS. Было бы что. Мы бессильны против них. Хватит, Нейти. В первую очередь, это ваша вина. Похоже, у нас может быть шанс. Какие шансы? Объект большой массы выходит из гиперпространства. Регистрационный номер опознан. Это Дюрандал. Мы спасены. Дюрандал? Если не ошибаюсь. Это боевой крейсер. Сообщество Кукай. Господи, сначала Юти Айси, теперь Гнозис. Как они находят столько неприятностей? Подготовка к атаке завершена. Отлично. Активировать эффект Гильберта. Есть. Усилитель на полную мощность. Всем сотым наблюдательным единицам. Активировать эффект Гильберта. Невероятно. Они распространены эффект Гильберта на такой площади. Я уверен, что у них не один Реолианс от этой серии, но усилитель на борту их корабля — это действительно нечто. Они хотят в одиночку драться с врагом, уничтожившим целый флот. Это не просто корабль. Это Дюрандал. Ни один крейсер во вселенной не сравнится с ним. Приготовить фотонные торпеды к запуску. Всем орудиям прицел на Гнозис. Расчистить дорогу к отступлению Лизи. Приблизительно 300 единиц Гнозис в первых рядах были уничтожены. Группа начала рассеиваться. Просчитайте их координаты и расстреляйте фотонными торпедами. Не упустите их. Есть. Торпедные отсеки с первого по 700-й. Огонь. Теперь проблема лишь в наличии боеприпасов. Мы не смогли пополнить запасы после боя с кораблем. В ЮТИ-Айси. Потрясающе. В одиночку противостоять 30-ти тысяч Гнозис. Шеф. Если я не ошибаюсь, сообщество Кукай использует мобильные колонии как крепости. Да, еще этот невероятный крейсер. Кстати, они тоже наши клиенты. Этот сверхмощный лазер был разработан вторым отделом. Правда? Мэри, сколько уничтожено? Около 8 тысяч. Вот черт, только четверть. Осталось лишь 20% боезарядов. Боюсь, у нас будут проблемы. Юный мастер группы Гнозис появляется на 5 часов. Они окружают нас. Зажали в клещи, никто не подозревал, что они способны на подобное. Даже если уйти в гиперпространство, неизвестно сможем ли мы победить. Юный мастер группы Гнозис преследует Эльзу с такой скоростью. Шелли, Мэри, поставляю командование на вас. Юный мастер. Куда вы? Я буду сражаться в своем Эй-Джи-Дабл-Ю-Ас. Я не позволю им захватить Эльзу. И здесь они. Но не можешь оторваться от них? Похоже, что нет. Они гораздо быстрее. Черт. Дюрандал сдерживает врага. Но их слишком много. Семнадцатый шлюз открылся. Там был кто-нибудь? Космос, это девчонка. Вывожу на монитор. Космос, что ты задумала? Вернись на мостик. Их слишком много. Тебе не заложено такое поведение. Шон будет страдать. Должна выполнить. Что? Я не слышу тебя. Воздух слишком разряжен. Что? Продолжение следует... 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 Вы не должны! Не ходи за ними. Да, это последний день, который ты провела со своим отцом. Папа, я уже давно ждала тебя. Нам нужно серьезно поговорить. Ты ждала? Меня? Я уверена, что видела тебя на борту во Гленде. Меня называют Нефилими. С тех пор, как я существую в этой форме. В каком же ты мире? Я та, кто глядит сквозь время, судья. Сквозь время, судья? Я так долго ждала. Дня, когда мой голос достигнет твоего сердца. Неужели это место? Есть идеи? Да. Если это не галлюцинации, то мы на Старой Милтии 14 лет назад. Во время Милтийского конфликта, точно. И после этого... Джуниор! Мы не должны оставлять его одного. Спасите. Ужасно. Так это действует вирус. Проклятье. Все, они инфицированы. Стойте. Рубеда, где ты? Рубеда! Рубеда! Гайнан! Гайнан? Это лицо. Рубеда, ответь мне! Рубеда! Рубеда! Гайнан! Я здесь! Ты в порядке? Пустяк! Джуниор! Кто такой Рубеда? Я же сказал, что в порядке! Прости, я просто... Проклятье! Что за чертовщина? Что здесь происходит? Значит, это место действительно... Вторая Милтия? Да. Мир беспрерывных воспоминаний, которые дремлют в глубинах вашего сознания. Космос уловила и воссоздала их. Этот мир... Также часть воспоминаний космоса. Воспоминаний космос? Не может быть! Воспоминания не принадлежат одному человеку. И не сосредоточены в одном месте. Нет, я имею ввиду оригинал космоса. Ты хочешь сказать, что два года назад он был уничтожен? И ты потеряла очень близкого человека. Приятные воспоминания — это лишь половина целого. Только когда ты соединяешь их воедино, твое сознание обретает форму. Ты должна принять это. Принять воспоминания? Уклеер? Ты должна вернуться сюда снова. Шеф! Как глубоко вы собираетесь погрузиться? Что с ней произошло? Понятия не имею. Все, что мы можем, это ждать. Держи себя в руках, нам и так тяжело. Доктор, у нас помехи снаружи. Что? Кто-то пытается проникнуть в нашу систему. Любопытно было бы узнать, какую технику они используют. Скотт? Я установил защитный барьер. Отследи по линии, где находится взломщик. Есть. А Ален, это же... Совсем рядом с сообществом. До точки доступа рукой подать. Они не только не хотят вороваться из-за плаги, но еще и собираются контратаковать. Мы сражаемся за честь Ваглинда. Что не остановит нас. Как безрассудно. Пусть тобой занимается и соча. А я совершу погружение в энцефалон. Ты не уйдешь от меня. Это место... Учреждение, которое тебе хорошо знакомо. Это палата, в которой... Находилась мама. Да. Место скорби и боли. Я удивлюсь, если ты сможешь встретиться с ними лицом к лицу. Нет, я хочу, чтобы ты встретилась с ними. Место скорби. Место скорби. Нет. Нет. Прекрати. Гайнан! Гайнан! Это песня? Альбедо! Зеркало отрази меня! Определи меня! Я бесконечен! Я нечто живое! Я совершенное звено! Это была иллюзия? Для тех, кто познал жизнь и иллюзия, реальность сливаются воедино! Это не иллюзия! Да, все вы должны принять это! Но... Так это ты показывала нам наше прошлое! Зачем? Для чего? Ради будущего? Будущего? Для будущего людей, не людей и всех форм разумной жизни! Я могу существовать только в этом мире сознания! В реальном мире я могу проявляться лишь на короткий период времени! Вот почему я собрала вас! Чтобы изменить будущее! Изменить будущее! Смотрите! Милте! Неужели это... Удо? 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 Удо — источник пространственно-временной аномалии, которая поглотила Милтию 14 лет назад. Мы, ЮРТВ, были созданы, чтобы победить Удо! Наша судьба, как у положительного и отрицательного заряда, быть уничтоженными своей половиной! Я избежал такой участи. Но разум моего напарника был инфицирован Удо! Альбедо не оставалось ничего, кроме как принять Удо! А я установил ментальный барьер и сбежал синхронизации с ним! Я предал его! Я... Только Гайнен и я остались вживу! Чтобы залечить мои шрамы, я сдерживал свое взросление 14 лет! Я использовал свою силу только для того, чтобы выжить с ним! Джуниор! Там были мои братья! Как лидер, я должен был защитить их! А я бросил их! Я оставил их умирать! И поэтому выжил! Вот почему они... Хватит! Джуниор! Пожалуйста, хватит! Ты страдал 14 лет! Хватит! А сейчас... А сейчас... После Милтийского конфликта Удо погрузился в Солнце! И... Ты... 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 Но... Это же... ОСО! То, что вы видите, видение будущего... Которое мода вступит в бой с космос в ее истинном облике... Он проснется! Он проснется! Будущее, которое вы видели, складывается из бесконечного числа потенциальных событий, но это не значит, что оно предрешено! События постоянно меняются, как волны в океане! Даже малейшая волна может повлиять на все остальное! Под волнами вы подразумеваете нас? Да, но сначала я хотела, чтобы вы примирились со своим прошлым! Простите, что заставило вас страдать! Но почему мы? Я отвечу вам, когда придет время! Если вы вернетесь на Милтию, место, где все началось... Стой! Ступай, Шоу! Стой! Космос! Стой! 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 Скалыш в опаснуюацию 때도 принявля Diet rawitого тур. О honey! Стой! Хотелси deployed? Не могу поверить, что это могло произойти вместе с такой сильной защитой. Это помешает плану 401, я должна отменить его. Не хочешь обнажить свой меч? Кто ты? Давненько не виделись в Пелегри. Не может быть. Джин Узуки. Пожалуй, с самого мельсийского конфликта. Ты выжил? Нет, это не такая уж неожиданность. Я никогда не верила, что ты погиб. А раз ты жив, ты снова встанешь на пути у меня и командира Маргулиса. Ты всегда был таким. Ты тоже не изменилась. Все еще служишь этому придурку? Заткнись. Ты ведь тоже когда-то поддерживал командира. Ублюдок. Ублюдок. Что? Что случилось, Исача, капитан? Хаос. Летяное лезвие. Экстренное завершение программы. Исача одолел какой-то Эй-Джи-Дабл-Вес. Неужели я недооценила его? А ну вернись, выродок. План 401 провалился. Но это означает пробуждение чего-то ужасного. Ты хоть сознаешь этот жен? И так она сбежала от нас. Ты все равно не хотел победить ее, капитан. Перестань называть меня капитан. Действительно. Приведет ли это к чему-нибудь? Твоя сестра будет в порядке. Хаос. Сейчас мы связаны через Юйман. Но возможно когда-нибудь мы встретимся лицом к лицу. Я хотел бы... Ты хочешь скрыть факт нашей встречи 14 лет назад, так? Точно. С нетерпением жду этого дня. Я уверен, он уже близко. Это место твой. Стань все равными богам. Пароль принят. Отключение защиты домена подсознания. Завтра космос наконец активируется. Мне не терпится посмотреть на это. Но я не знаю, что сказать ей, когда она очнется. Это же очевидно. Когда кто-нибудь просыпается утром... Доброе утро, космос. Доброе утро, Шоу. Прими мои воспоминания. Я предоставляю вам карту памяти. Антигнозисной гуманоидной боевой системы. КПХ Космос. Защиту уровня тройной А ее невозможно подделать. Принято. Пожалуйста, оставайтесь в пределах системы, пока обвинения не будут сняты. Хорошо. Я вспомнила столько, что хотела забыть навсегда. Наконец, ваши души могут покоиться с ним. Спасибо гражданским. Зеркало. Отрази меня. Определи меня. Я бесконечен. Я нечто живое. Я совершенное звено. Несомненно. Идемте все со мной. Мы все сольемся с бесконечностью. Рубеда. Рубеда, это ты? Рубеда, постой. Не покидай меня. Так вот, значит, как. Ты собираешься бросить меня здесь, чтобы спасти свою шкуру? Рубеда, настанет день. Я вернусь, и мы встретимся снова. Рубеда, я приду слиться с тобой. Рубеда! Рубеда, я не знаю. 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 Так, улыбайся мне. Хочешь заботиться обо мне? Какой благородный. Киршвассер. Все пытается имитировать человека. Разве у наблюдательных риллиан есть такая функция? Это не функция. Это была моя воля. Какая милая псевдоличность. Этим люди забивали тебе голову все это время? На этот раз я приготовил для тебя подходящую роль. Если хочешь поиграть, можешь делать это здесь. У меня тоже есть. Верно, Шоун? Моя собственная воля. Очень скоро, Рубеда. Настанет время сдержать мое обещание. Я приду слиться с тобой, Рубеда. Сегодня они закончили просмотр записей, извлеченных из подсознания космос. И мы получили уведомление о том, что санкции против второй мелтии будут сняты. Вы проделали огромную работу. Во многом благодаря вашей поддержке. Передайте мой поклон капитану. Но я не думаю, что организация UTC станет сидеть сложа руки. Будьте осторожны. Вот и весь наш разговор. Так что тебе стоит лучше приглядывать за Мома. Мне не надо повторить, я знаю. Что с тобой, ты в порядке? Это боль. Я ощущаю биение сердца Альбеда. Ты все еще веришь в эту сказку? Я не просто верю, я уверен. Он не погиб. Альбеда выжил. Он исчез на наших глазах 14 лет назад. И с тех пор о нем ничего не было слышно. Если он жив, почему он не дал о себе знать? Кто знает, я никогда не понимал его. Но он уже близко, я в этом уверен. Я встречусь со своим прошлым. Конечно, было чрезвычайное положение, но передача секретных данных правительству федерации без разрешения. Теперь меня точно уволят. Мелтийский конфликт, произошедший 14 лет назад в моем родном городе. В это время я потеряла отца и мать. Джуниор тоже потерял своих братьев на этой планете. Испытывая угрозение совести, он остановил свой рост. Вместе с Гайнаном они основали сообщество Кукай, чтобы противостоять организации ЮТИАЙСИ. ЮТИАЙСИ как-то связано с МОМО. А может быть, из космос? Космос и я, Джуниор и Гайнан. МОМО и ЗИГИ ХАОС Все связаны с Милтией. Я отвечу вам, когда придет время. Если вы вернетесь на Милтию, место, где все началось, если вы поступите так, НЕФИЛИМ, Космос и ЮДА, Но сначала я хочу, чтобы вы встретились со своим прошлым. Что мне делать? Я не знаю. Я ничего не понимаю. Шон, опять хочется побыть одной. Столько всего произошло. Я не знаю, как вывести ее из этого состояния. Наверное, опять плачет в одиночестве. Я всегда чувствую это. Но для нее я просто подчиненный. Я хотел бы плакать вместо нее. Хотел бы стать кем-то для нее. Станешь. Поверь мне, станешь. Ты говоришь с такой уверенностью, хотя ничего не знаешь обо мне, шефе. Извини, я не имел это в виду. Что-то я разболтался. Я знаю тебя совсем недолго. Но ты мне нравишься, Ален. Ты очень добрый человек. Иногда эта доброта сковывает людей. Но все равно. Паразиты выбрались из-за подней. Итак, мы наконец услышим ее. Поверь мне, это что-то. О, нет. Хаос. Вы не должны слышать этого. Только не это. Это... Песня нефильм. Песня нефильм. Хаос. Песня нефильм. Массовые выходы из гиперпространства Повторяю, массовые выходы из гиперпространства Геодезическая структура ЮММ принудительно заменена Усилители на полную мощность активировать эффект Гильберта Есть! Эффект Гильберта распространяется по площади Гнозис успешно зафиксирован Начать атаку Неважно, как не дайте им проникнуть в метрополис сообщества Мы остановим их на подступах к колонии Что случилось? Огромное число гнозис появилось из гиперпространства Проклятие песни Фили притягивает их Я не думал, что они зайдут так далеко 240 секунд до контакта гнозиса сообщества О нет! Пошлите больше AGWS в центр Прорыв на правом фланге Приблизительно 250 единиц противника Усильте оборону фотонными торпедами Зарядка аппаратов с первого по пятисотой завершена Торпедный отсек залп Мы потеряли третий взвод AGWS Они прорываются Нет связи с шестым и седьмым взводами Гнозис собираются атаковать центр Примерно 3000 единиц Дело дрянь Мы не сможем сдерживать их Я предлагаю начать эвакуацию жителей Если мы потерпим поражение, мы сможем покинуть сообщество Это приемлемо? Оставляю на твое усмотрение Эвакуировать жителей на Дюрандал Ясно, я сделаю объявление Всем жителям колонии Только что гнозис материализовались в ближайшем пространстве Всему персоналу следует немедленно эвакуировать жителей на Дюрандал Повторяю Гнозис Космос Всему персоналу следует немедленно эвакуировать жителей на Дюрандал Этот корабль полностью заполнен Следующий рейс прибудет в течение 90 секунд У вас достаточно времени Не поддавайтесь панике Это гнозис Устите меня Это невозможно Подождите следующий Возьмите нас Гнозис Они приближаются Гнозис Отбросьте их Ни один не должен проникнуть Усилитель поврежден Радиус эффекта Гильберта Уменьшился до 20 метров Черт Они проходят сквозь стены Есть сообщение о проникновении гнозис в 32 сектор колонии Секторы 18 и 27 тоже атакованы Куда ты Разве не ясно? Я собираюсь пилотировать AJWS Командир не должен покидать свой пост Это может посеять панику У флота снаружи и так много хлопот У нас недостает огневой мощи Ты перегибаешь Ребята Я помогу следить за эвакуацией А я Вы монстры Я не позволю вам разгуливать безнаказанно Не думайте, что люди лягут на землю и будут ждать, когда вы их прикончите Хорнст Дьявол Им нет числа Какого черта? Что они делают? Космос, только ты можешь генерировать эффект Гильберта на большие расстояния без усилителя Так точно, Шоан Активируй широкомасштабный эффект Гильберта Есть! Активация эффекта Гильберта Ты создана, чтобы защищать людей от гнозис Я знаю, Шоан Тогда покажи мне свою силу Антигнозисный режим Без ограничений на применение оружия Только не повреди купол колонии Есть! Вперед, космос! Как всегда, потрясающе Но моя мощь будет не лишней Забирайтесь быстрее Пожалуйста, езжай Мома Я скоро вернусь за тобой Джуниор, ты заметил? Да, это эффект Гильберта, космос Она смогла зафиксировать гнозис в нормальном пространстве Я надеюсь, Шоан хорошенько прочистила ей мозги Если это так, то я полон оптимизма Джуниор, Мома, здесь опасно Я проверю, не осталось ли людей, опоздавших на эвакуацию Вернись Ну вот Слабаки, они такие хрупкие, тебе не кажется? Эвакуация жителей уже должна была закончиться Оставаться здесь дольше бессмысленно Здесь есть кто-нибудь? Какого черта? Кто-нибудь? Сволочь Пепп Спасибо Бестолочь Что-то делаешь в центре сражения Опоздавшая на эвакуацию Есть здесь кто-нибудь? Врехнулась Никого не осталось Слава Богу Признаки жизни Она просто потеряла сознание Черт, реально они такие Космос Космос как идет сражение Зачистка займет некоторое время Очень много единиц противника На улицах не осталось жителей Они закончили эвакуацию Теперь нужно правильно выбрать Время для отступления Есть Ты тоже шляешься по улицам? Лейтенант Вирджил Я прикрою наше отступление Возьми ее и уходи Мома Как? Она выполняла задачу, для которой была создана Оставаясь до конца, наблюдала за ходом эвакуации Лейтенант Вы ведь всегда ненавидели Риолиант Не то, чтобы я начал их любить За мной Я прикрою Есть Лейтенант Я позабочусь об этих ребятах Бегите Лейтенант Вирджил Пожалуйста, уйдите с линии огня, Шоан Космос Завершение эвакуации подтверждаю Начинаю зачистку пути к отступлению Стой Космос Фев Фев Нет Местоположение Момы изменилось? Так точно Она находится в блоке Си-секции 2 Космос? Космос? Мома? Я не заставлю тебя ждать Альбедо Пиазора пришел за тобой Вместе с твоей поддельной сестренкой Этот голос И ты здесь, Рубедо Я знал Я знал, что ты не погиб Не торопись, Рубедо Я так и думал, ты заботишься о ней Совсем как в прошлый раз Я буду ждать тебя На том самом месте, где ты предал меня На этот раз наши души Альбедо Санют Звыдин Оружие Стой Шелон Кевин Нет Лейтенант Компания «Вектор» Задача наивысшего приоритета Моей текущей миссии Обеспечение эвакуации жителей сообщества Я считаю, что оба задания выполнены успешно Я говорю не об этом Зачем было стрелять в лейтенанта? Неужели не было другого выхода? Лейтенант Вирджил был на линии огня При его смерти наши потери в огневой мощи Не превысили бы 20% Учитывая, что эвакуация уже завершена Я приняла решение, гарантирующее Ваше безопасное отступление Я верю, что твое сердце когда-нибудь проснется Я не человек Я оружие Тебе и всем людям следует навсегда запомнить это Мы должны отступать, Шоан Если вас огорчила смерть лейтенанта То разумнее постараться выжить Иначе он погиб ни за что Перегруппировка AGWS Второй линии завершена В данный момент мы насчитываем 500 единиц Транспорционный феномен Гнозис продолжает увеличиваться Их атака все еще сосредоточена на колонии Каково состояние эмуляторов Зохар в изоляционном ангаре? Они стабильны Мощность усилителя в норме Значит Гнозис привлекли не эмуляторы на борту Дюрандала Какова ситуация в колонии? Размещение жителей завершено Почти закончено уничтожение Гнозис Проникнувших в мегаполис Лейтенант Верджил погиб Жаль Как представитель сообщества Я должен наградить его посмертно С момента похищения были сигналы от Мома? Пока неизвестно Она исчезла в центре формирования Гнозис Дьявол проклятый Альбедо Кто мог предположить, что он вернется, встав на путь злобы и ненависти? Что ты имеешь в виду? Шеф? Я в порядке Кто этот Альбедо? Я вычеркнул его из своей жизни Он моя темная половина Темная половина? Полагаю, вы уже выяснили во время погружения в энцефалон Что мы одни из тех детей, созданных искусственно Мистер Гайнан Все в порядке, Шелли Во время Милтийского конфликта Нас было 669 Но официально выжили лишь двое Джуниор и я Ясно Значит, он третий Но зачем ему Мома? В ее сознании содержатся важные данные, оставленные Акимом Мизрахи Альбедо и Юти Айси ищут их Уже очень давно Это не все Альбедо знает о просьбе Сакуры Если бы я не появился перед Момом Это неправда Простите меня за то, что покинула свой пост Ничего Сакура Мизрахи была дочерью Якима Мизрахи И прототипом всей сотой серии Риолиан Якима Мизрахи Я слышала, что она называла нас своими маленькими сестрами Даже до того, как встретила Хотя бы одну из нас Я хочу, чтобы ты защитил мою маму и маленьких сестер Вот что она Вот о чем попросила меня Сакура Ясно Во время выполнения спасательной миссии я чувствовал, что меня поддерживают силы, желающие остаться в тени Так это была воля той самой девочки Я не планировал когда-нибудь увидеть ее снова Я не хотел вовлекать ее в подобную ситуацию Леди Сакура должна быть очень счастлива Потому что вы продолжаете защищать нас, юный мастер Я уверена, Момо тоже Джуниор Ты так считаешь? Что происходит? Подтверждаю появление новой группы Гнозис Выход из гиперпространства зафиксирован Приблизительная численность 120 тысяч Пошлите туда и GWS Нет, им не сдержать их Мы покидаем колонию Отступайте на Дюрандал В направлении 2.005 наблюдается искажение пространства Открываются врата Опять? Диаметр около тысячи километров Они просто огромны Высокая энергетическая реакция по ту сторону врат Залп энергетического импульса Что это за свет? В направлении группы Гнозис 40 тысяч единиц уничтожены Объект огромной массы проходит врата Почему он здесь? Да, Мерунг Где? Так холодно Так больно Прекрати Риллиант сотой серии Прототип Момо Конечный продукт, созданный на базе экспериментальных тел Ты моя сестренка Верно? Сакура Скоро Очень скоро ты придешь в этот мир И тебе следует совершить много хороших поступков Потому что тогда ты станешь человеком И ты сможешь быть моей дочерью Это были твои воспоминания Отец всегда присматривал за тобой Ты из 99 серии, рожденная до меня С момента моего рождения Никто не помогает мне Ты жалкая кукла, думаешь, что сможешь ломать мою игрушку? Кто просил тебя об этом? Пожалуйста, остановитесь Эти слезы Как они прекрасны Слезы скорби Несомненно, это самая драгоценная субстанция во вселенной Так почему ты тратишь их на людей? Оплакивание мертвых присуще лишь людям Ты... Стойте, пожалуйста А вы заслужили зваться людьми? Вы, маленький Риоли, они не были рождены из женской утробы Ха-ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Ваглинда-2, Велунги и Флоссхильде Все системы проверены Фараметра Девы Рейн в норме 30 секунд второго залпа Вычисление поправок для Вилгунда завершено. Клоссхильде, завершено. Кто мог предположить, что мы увидим по прибытии? Подготовка второго залпа завершена. Всем кораблям группировки. Деврейн, огонь! Потрясающе. Это главная база Вектор Индастрис. Мобильная колония Даммеронг. Значит, они окончили разработку Дивы Раин. Более 50 тысяч гнозис уничтожено. Сообщение с Даммеронга. Они требуют шефу Зуки. Меня? Соединяйте. Тагаши, ты выжил? Видно судьба. С тех пор, как мы добирались до штаб-квартиры, весь отдел разработки молился о вашей безопасности и успехе. Успехи? Забудь. Так вот, почему здесь Даммеронг. Это решение президента Вильгельма. Нам и второму отделу приказано обеспечить поддержку космоса. Второму отделу? Вы планируете испытание оружия или что-нибудь вроде этого? Точно, я сейчас портирую это вам. Портирует? Портирует что? Оно уже здесь? Кагаши? Это же... Неподалеку мы обнаружили что-то вроде сконцентрированного силового щита. И это приманивает гнозис. Более того, команда наблюдателей утверждает, что высока вероятность того, что он установлен людьми. Если это так, то мы можем соединить ДССС, космос и сенсоры. Мы сможем найти их, место где они прячутся. Может и не найдем, но мы сможем усилить пространственные искажения и выбросить тех, кто укрылся там. Отличная работа, Вектор. Вы говорите это так убедительно, но мы ведь не знаем, что скрывает штаб. Да, в смысле? В этом контейнере фаза-трансферная пушка. Если ее неправильно использовать, разнесет всю мелтийскую систему. Ты в порядке? Человеческая раса пугает своей слабостью. Она построила этот мир, чтобы избегнуть бездны, которую они называют моралью. И посреди всего этого, вы продолжаете существовать, как свободные души, не скованные плотью и кровью, абсолютное сознание. Синтез огня, дыхание и духа. Как еще называть вас, как не ангелы? Ты думаешь, я застрелю тебя? Я не стану. Не тебя. Ты слишком хрупкая. А вот я так могу. Не дрожи так. Джуниор. Джуниор. Рубеда. Думай еще. Думай о том, кого любишь. Стой. Поставь мой разум. Арбеда. Посмотри на меня. Слушай, космос. Настоящее шасси фазотрансферной пушки сжато по весам планка. Выполни все процедуры для декомпрессии. Есть они. Арбед. RT-картридж декомпрессия завершена. Никаких сбоев не зафиксировано. Пушка вызывает смещение фазы и разрушает все в указанном пространстве. Оно может быть локализовано в зависимости от использования. Пушка обладает мощью, способной испарить целую звезду. Но ограничив массу перемещения фазы, я могу активировать ее без воздействия на окружающих. Даже Дева Рейн не может сдержать такое число врагов. Попробуйте найти источник, пока мы блокируем их. Ясно, выполняйте. Тогда я... Стойте. Да вы понимаете? Эта девчонка просто оружие. Она руководствуется не собственной волей. Она просто в точности исполняет отданное ей команды. Шеф. Защищаться от Гнозиса, найти источник. Это все благие цели. Но подумайте, кому вы доверяете эту миссию. Лейтенант Вирджил был Шион. Пожалуйста, они держат там Момо. Мне все равно, назовешь ли ты меня эгоистичным и самоуверенным. Неважно, на какие жертвы мне придется пойти. Я хочу спасти Момо. Момо-чан. Момо. Шион, твои знания и утверждения верны. Я рождена быть оружием. И как оружие, я уверяю тебе, что моя миссия будет выполнена успешно. Если... Если ты получишь несколько противоречивых заданий, что ты предпримешь? Сделаю их непротиворечивыми. Я создана для таких целей. Шеф. Космос. Да? Не то, чтобы я простила или доверяла тебе, но я полагаюсь на тебя. Используй фазо-трансферную пушку без единой жертвы. Есть. Космос, попытайся как можно больше снизить массу фазы. Исполнено. Масса установлена на 0,11 мрт. Время передачи установлено с 4,8 на минус 38. Связь между D3S и мейнфреймом установлена. Запускаем мультипространственное сканирование. Искажение обнаружено по направлению 8,018, рядом с UEMAN структурой. Оно излучает слабый сигнал колонны. Это цель? Гиперпространственный выход в направлении 8,015. Это гнозис. Гнозис появились перед целью. Вероятность попадания в цель по кривой составляет 17,42%. Плохо. Если она заденет гнозис, последствия станут непредсказуемыми. Огонь по готовности. Космос использует все свои способности, чтобы установить верную траекторию. Провал недопустим. Это безумие. Есть. Подтверждаю установление траектории. Фазотрансферная пушка. Залп. Линия огня надежда. Фазотрансферная пушка. Залп. Что за... Что-то не так. Это же... Только что прибывший гнозис поглощается. Это... Это цвет. Такой же, как и... Прот... Прот. Меркаба. Корень лжи. Раньше, чем я ожидал. Они уже обнаружили прота Меркаба. Думаю, мне стоит поторопиться. И найти спящий в тебе ключ. Не надо. Не входи в меня. Джуниор. Зигги. Мне страшно. Прот. Прот. Меркаба. Исследовательская фабрика Йоками Мизарахи. Разве она не канула в бездну вместе со старой Милтией? Старая Милтия, о чем это ты? Четырнадцать лет назад Йоким Мизарахи соединил истинный Зохар и прота Меркаба для того, чтобы управлять песнью Нифилии. В результате произошел инцидент, выпустивший Орд Гнозис в наш мир. Вот почему. Вы зовете его. Прототип наблюдательской единицы 100 серии Момо обнаружена. Она в центре искажения. Внутри прота Меркаба? Джуниор. Пожалуйста, направьте корабль ближе к прота Меркаба. Подходить слишком близко, нет необходимости, только одолжите мне шаттл. Этого будет достаточно. Секундочку. Я сказал, подожди. Я не нуждаюсь в чьих-либо советах. Я собираюсь спасти Момо. Твоя помощь не потребуется. Джуниор. Откажись. Что? Когда кто-либо близкий оказывается в беде, люди часто теряют голову. И почти всегда это оканчивается трагедией. Да неужели? Тоже мне герой нашелся. Считаешь себя бесчувственным солдатом? Тогда ответь мне. Как мне стать холодным и невозмутимым, как ты? Позволяй себе думать только о числах и боевой стратегии. Не дай разуму проявить слабость перед лицами и голосами тех, кто тебе дорог. Это было бы жестоко. Иначе ты потеряешь контроль над собой и загубишь все дело. Вот чему я научился сто лет назад. Ведь день, когда числые боевые стратегии заменят людей, настанет конец света, киборг. Капитан, простите, но не могли бы вы покинуть корабль? Я покупаю Эльзу. Есть место, куда бы я хотел полететь один. Но если вы за ценой не постоите, то тогда... Я не против. Но я не могу продать вам его, пока не выполню свое текущее задание. О чем это ты? Что еще за работа в чрезвычайной ситуации? А вы уже забыли? Безопасная доставка с Диги и Мома на вторую мельтию. Мы же сами наняли меня. Капитан. Вы все? Джуниор. Мы все здесь по разным причинам. Но чувствуем мы одно и то же. Джуниор. Помни, что ты должен быть собранным. Что бы ни происходило. Только так ты спасешь Мома. Прислушайся к советам старших. Ну все, я сдаюсь. Простите, что втягиваю вас во все это. Но прошу вас пойти со мной, конечно. Мы не упустим такой шанс урвать немного деньжат, правда, капитан? Гаденыш, дай мне хоть раз побыть героем. Ну хватит, вылетаем. Мому нужна наша помощь. На протомер Каба. Логикал Драйв Зенкай! Иккзе! Понеслась! Если космос снова начнет расставлять приоритеты... Нет, у меня нет времени думать об этом. Прямо по курсу гнозис! Разве не все были поглощены? Ну давай, давай! Да я вас на части порву! Жарко. Очень жарко. Я сейчас просто взорвусь. Опять нашему маньяку с крышу сорвало. АДЖВС, атакуйте гнозис с флангов. Реакция огромной энергии на протомер Каба. 300 АДЖВС? В один миг. Это... Не может быть. Ну как тебе, Робеда? Понравились мои игрушки? Альберда. Выродок. То, что я совершил секунду назад, было демонстрацией мощи крошечной доли накопительной энергии. Я использую гнозис как сырье. Я могу накопить ее сколько угодно. Ты даже побледнел немного. Как страшно. Страшно. Ты знаешь, я могу обратить вас в соляные стопы. И красное станет белым. Это будет шедевр. Красное побелеет. Урод хвачит дурачить меня. Ну ладно. Я уже выбрал следующую цель. Орудие перемещается. Его новая цель. Вторая Милтия. Я не позволю тебе сделать это. Ты слышишь меня? Альберда. Даже не шевелись. На этот раз я прикончу тебя. Прекрати, на тебя это не похоже. Ты никогда никого не мог защитить. Что? Неважно. Хочешь остановить меня? Давай, попытайся. Я остановлю тебя. Я спасу Мома. Ты думаешь, люди твои игрушки? Я покажу тебе, насколько ты ошибаешься. Ведь у нас тоже есть сила воли. У вас есть сила воли? Интересно. И эта истеричка хочет сварить меня заживо. Жду с нетерпением. КОНЕЦ Девушки отдыхают Почти такой же, как я испытывала в штаб-квартире, и я справлюсь У меня все готово Приготовления к бою завершены Шеф Похоже, что используя энергетику мы можем вычислить точное местоположение главного генератора в центре протомеркаба Ален, позаботься об этом, я полагаюсь на тебя Даже когда мы все на месте, мое сердце всегда с тобой Ой, даже в аду Эй, язык вырвал Простите, извините меня Без проблем, он слегка задел нас Хаммер, ты можешь подыскать блок, где мы можем высадиться Уже ищу Дьявол Юный мастер, у нас нет времени искать док для стыковки Мы протараним один из туннелей О чем ты? Готовьтесь к высадке Да, и не забудьте оплатить нам ремонт Давай, Тони Есть, сэр Готовьтесь Они здесь Полагаю, та женщина с Рубеда Твоя старая знакомая, верно? Интересно Хочешь предать меня и перейти на ее сторону? Шион пришла за прототипом А не за мной Понимаю Этот человек бросил тебя Но ты не должна отчаиваться Я все еще здесь, и ты нужна мне Ты очень дорога мне Почему ты колеблешься? Из-за того, что ты притворилась Реолианом сотой серии Целый флот не смог во время обнаружить гнозис и был уничтожен Твои руки уже в крови Не чувствуешь ли, как липнут пальцы Я использую свою мощь, чтобы разрушить вторую Милтию Множество людей Погибнет Ты рада? Ты же массовый убийца Как и твой любимый папочка Если это то Чего ты хочешь? Похоже, сосуд анима Разделяет чувства твоего сердца Скоро начнется вечеринка Ты закончила главное блюдо? скоро мы доберемся до центра судя по маршруту положенному аллен главный генератор прямо перед нами он еще довольно далеко все правильно он альбердо уже близко что это секунду я почувствовал что-то ужасное нас неужели это ощущение смерти мама мы не виделись 14 лет пожалуйста избавь меня от банальности вроде ты выжил эти слова для меня ничего не значит ибо я монстр альбердо ты между прочим ты уже сказал девчонки правду она знает чтобы ума монстры ты и я заткнись видишь персик вот его истинное лицо он такой же как и я нет сюда больше монстр чем я ты ведешь себя недостойно рубеда заткнись не плевать на слова зараженного уда ублюдка зараженного не совсем скорее эволюционировавшего ты видел лишь часть моей истинной силы волны наполнявшие мое тело стали частью меня по сравнению с вами ущербными смертными я достиг высшего уровня существования и альфа и омега совершенного сознания стой не трогай мама нет джуниор выродок это боль так сладка я чувствую себя живым боль эта часть жизни не дающая забыть о реальности не глубоко наплевать на все о чем ты говоришь верни мне мама пожалуйста я откажусь еще один слой еще лишь один слой и тогда я получу все что сокрыто в ней уверен ты понимаешь о чем я рубеда я удивлен сколько еще она сможет выдержать это концентрация моего знания никто не сможет остановить то что скоро произойдет все что я могу лишь отсрочить неизбежные так я доверяю эту информацию тебе вот и йоаким мизрахи я заполучу все сама на что-то и сохранил в этом персике так эта часть истинного захар а это мама с тобой все в порядке мама прости меня да нет ничего я верила что ты придешь джуниор зигги мама шион альбарда проклятый мизрахи установил ловушку а теперь интересно как интересно ты что ты задумал а теперь насладимся этим моментом вместе давай разорви меня сопляк своим кровавым щитом не будь таким самоуверенным что с тобой когда-то ты был намного сильнее джуниор юный мастер не делайте этого что с тобой рубеда ты способен на большее давай покажи мне свою истинную силу джуниор нет не пляши под его дудку или ты давай рубеда еще чуть-чуть еще немного и твои мечты осуществятся давай 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 играй джуниор 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 ты многое забрал у меня я получила частицу тебя часть тебя теперь со мной поэтому ну и что и что же теперь ты будешь делать мои сестры они полюбили что то что они увидели в тебе как ты можешь разбивать их чувства их сердца разбивать сердца твоим сестрам посмотри вокруг только ты здесь и разбиваешь сердца да ты из сотой серии цветок распустившийся на трупах своих девяносто девяти сестер или я не прав покажи своей сестренке кто использует тебя как пищу для твоей новой формы это реолиан сотой серии он скомбинировал его с сосудом а ты знаешь об этих сосудах анима источник энергии для ЕС сосуды анима которые переплетаются в крики души это так жестоко жестоко о чем это ты это же было ее желание ты что этого не можешь даже ты это твой долг киршвассер остановись зачем тебе это это мой отец он всегда заботился обо мне вот почему я хотела быть с ним нет это не правда мы все похожи единственный кто позаботился обо мне это этот человек он просто использует тебя для него ты всего лишь пусть так но я нужна ему не ты я это мое решение постой ты же прощайши он не может быть это была ты энергия девчонки еще восхитительнее чем у гнозис теперь шва царь сожжет вторую мелкою ха-ха-ха-ха-ха-ха ха-ха-ха 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 ха-ха-ха-ха почувствовали источник покоящийся в каждой из них силы осмысление и страдания приходят вместе испытайте эту боль Наконец в наши руки попал один из фруктов сада Мизрахи Это экспериментальное тело, созданное до совершения сотой серии Нет-нет, в крайнем случае мы можем разобрать его на запчасти Никогда бы не подумал, что наткнусь на наследие Мизрахи в таком месте Для большей части из них время вышло Ты можешь прожить еще чуть-чуть дольше, если пожелаешь, служа мне, естественно Не забывай, ты всего лишь фундамент для создания Реалинон сотой серии Даже не думай, что ты сможешь жить иначе, кроме как принадлежать мне Я Киршвассер Творение Йоакима Мизрахи Я наблюдательный Реалин с 99 серии С момента создания прототипа сотой серии Наши дни были сочтены Вот почему Мне пришлось жить здесь, притворяясь одним из сотых Реалин До тех пор, пока не выполню свою миссию И настанет день, когда я Заключительная серия Космос Мы только что подняли флот с поверхности Я бы хотел назвать это контрмерами, но Я понимаю Вероятно, они уже не своевременны В момент второго выстрела в месте, где вы находитесь, наступит рассвет Сейчас нам остается только верить в них Мы надеемся, что люди, борющиеся за нас, подарят нам еще один восход солнца Времени до перезагрузки прото-меркаба осталось совсем немного Я бы сказал, не более пяти минут Неужели вы все еще надеетесь победить меня? Пиршвастер, скажи мне Ты делаешь это по собственной воле? Ты действительно хочешь уничтожить вторую Милтию? Я хочу Точно Ты не поймешь меня Это мое желание Пожалуйста, послушай меня Она не слышит мои слова Держись подальше, Момо Пожалуйста, ответь мне Это ты была на Волгинде? Шион Стой, я не хочу причинять вреда Шион Шион Остановись Шион Если вы не сражаетесь, пожалуйста, отойдите в сторону Постой, внутри этой твари Продолжим, Рубейда Твоим услугам Вы все боевые системы Установите на полную мощность Космос Сколько времени до нацеливания И ее перезарядки до второго залпа Приблизительно 480 секунд до перенацеливания Скоро вы все станете зрителями величайшего спектакля Вторая Милтия в огне Вот незадача Вы же не увидите этого чуда, если сдохнете до этого Прекрати Что с тобой, Рубейда? Я еще не навеселился Это еще рано Вот-вот, я думаю о том же Я ведь еще не сделал свой ход Плохо дело Нам нужно что-нибудь сделать Зиги Мома Твоя сестра Киршвассер Ты чувствуешь ее местоположение Зиги, не говори мне Это так Я согласен со старичком Мома Мы должны сфокусировать атаки В одной точке На кону миллионы жизней Пожалуйста, прислушайся Ни за что Это только Киршвассер Моя Я не промахнусь Она Не будет мучиться Джуниор Стойте Не поддавайся, Мома Я не допущу гибели еще кого-нибудь Другого выхода нет Шелон У меня есть план Космос Я вскрою броню противника Я хочу, чтобы вы прикрыли меня Ты действительно хочешь И сможешь сделать это? Положитесь на меня Жители второй Милти и Киршвассер Сохрани им жизнь Космос Я верю в тебя Есть Эй Интересно Мы рассчитываем на тебя, Космос Космос Давай Он поглотил ее Вы умудрились и андроида угробить Нет Что это? Это не все Космос Ты слышишь меня, верно? Уничтожь часть Которая пытается слиться с тобой Черт, не работает Продолжай препятствовать слиянию И найди Киршвассер Мы должны верить Шелон И помочь Космос выбраться Это единственный шанс Согласен После того, как найдешь Киршвассер Вытащи ее вместе с Сотудом Анима Зачем? Почему ты так упорно сражаешься, Шелон? Шелон Людей, думающих только о необходимых вещах, не существует И Реалион тоже Вот что называется собственной волей Шелон 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 Киркаба завершено Мы не можем держаться дольше Простите, но я вне игры Неужели мы больше ничего не сможем сделать? Скоро опустится занавес вашей трагедии Хотя для меня это комедия Сдохни, стой Что? Я не позволю ей умереть Ты? Ты собираешься меня предать? Что происходит? Заканчивай космос Приготовься захватить ее И вырваться на максимальной мощности, когда я прикажу Это бесполезно Оно все поглотит Но не забудь Я никогда не прощу того, кто предал меня Космос, давай Космос Миссия выполнена Я обезвредила цель Отличная работа Шелон Шелон, я Вторая Милтия Атаку остановили в последний момент И ты тоже помогла нам в этом, верно? Шелон Спасибо тебе За то, что осталась в живых Ирш Основное тело сосуда Аниме Его здесь нет Этот ублюдок Альберда Он еще не погиб Я уверен в этом До тех пор, пока я Что это за толчки? Столкновения? Нет Слишком слабые Но я чувствую изменения в скорости Шелон, запущен двигатель протомеркаба Мы сходим с орбиты Только не говори мне что С текущей скоростью и ускорением Мы войдем в атмосферу планеты через 80 минут Столкновение с поверхностью неизбежно А это твои круг дела, Альберда Если объект такой массы столкнется с планетой, то Вторая Милтия будет Здесь Здесь должен быть проход Отделение Если выполнить расстыковку модулей с помощью центра И разделить протомеркаба на небольшие части Большинство из них сгорит, не долетев до поверхности Но оставшиеся внутри Что вы застряли? Быстрее! Кирш Шелон Мама Спасибо вам за все Кирш 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 вас, сэр Капитан Вы уверены, что не хотите запустить корабль? Заткнись, я сказал, что мы будем их ждать и дождемся их Капитан Юный мастер Что это за тряска? Мы тут чуть не охренели Протомеркаба входит в атмосферу Она столкнется с поверхностью Это все Детали объясню позже Экстренный запуск Есть Тони, торопись Отстыковка Так точно, сэр Тони, осторожней с обломками Делаю все, что могу Детали Тони, осторожней с обломками Доста Детали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я хотела, чтобы ты нашла свой дом Что? Я не слышу тебя Я же сказал, вектор полета слишком крутой Мы можем рестабилизировать? Нет, я не могу управлять кораблем Здор двигатель ведь исправный Все из-за того, что у некоторых шок после побега Я не могу изменить вектор логического привода Придурки Прекратите ругаться и сделайте что-нибудь Ты что, хочешь зажариться? Температура внешней среды превысила лимит Открыта дверь ремонтного ангара Какой дурак туда полез В такой момент Он хочет, чтобы пламя добралось до нас Не может быть Космос! Шион! Я поддержу Эльзу своим силовым щитом За это время вы сможете изменить курс Не будь безрассудной У тебя нет шанса выжить в таких условиях Все будет в порядке Согласно моим вычислениям Для корректировки орбиты потребуется 1 минуты и 20 секунд Ты сгори заживо! Не дури и возвращайся Я рада, что могу быть полезной Внешняя камера потеряна Космос! Космос, вернись! Осталось еще столько вещей, которым я должна научить тебя Все Почему все умирают? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы спасены Нужно отдать должное Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почему они все покидают меня? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Миссия завершена, Шион Добро пожаловать домой Многосерийный мультипликационный фильм Xenosaga The Animation Был озвучен компанией Сузаку в 2006 году Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...